Всем привет! Ну что, друзья, у нас очередной день, хороший, замечательный день, мне так нравится, вылупляются птички. На сегодняшний день у нас начался вывод, бролеры КОП-500, чешские яйца, привезли нам 3 недели назад, вот у нас пошел, сегодня захожу сюда, и слушайте, я думаю, всем слышно. Замолчали, как назло. Наш инкубатор ТГБ. Вон он уже вылупился, и он уже бегает, ты понял как, ты проворонил, ребят. О, он уже вылез. Хорошо, это, вот. Воды нет, он плавал. Там еще он вылуплялся. Все, готовь, Брутов. Ну, мы сейчас будем пересаживать в наш пенопарстовый инкубатор. Инкубатор пенопарстовый, мы используем как выводной, то есть они там обсыхают, и мы пересаживаем уже в бруда. Чтобы не по одному цепленку гоняться, во-первых, во-вторых, ну, чтобы они уже значительно обсохли. Правда, я смотрю, пока мы на работе были, эти вот выпрыгивали, они уже, собственно, и обсохли. Просто им сейчас там уже всем тесно. Ну, сейчас будем вытаскивать. Выходим. Лошня. Ты-тыри, дарит, ты-тыри. Ой, ты здесь, казнь, я здесь сухой. Пока вы там ходите, я уже высох весь. Представляешь, он уже ведь голодный. Ой, тише ты. Эй, прыжок. Вниз пока, пассаж подпихаю. Эй, вылазим. Спит он. На глубоких. Вылазит, эй, ты, появочка. Это пищалка мой, Светки, такой. Зафиганки, мойники, музыки, такие. Так. 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 Осмотрим, что тут нам чехи прислали. Ну, что тебе, всю ночь не спать? Роды бы шпилилась. Да вот еще это. Вот первые раза, когда они вылуплялись, ну, на самом деле, ночь не спали. А, что там, как-то. Вот он меня так на свадьбу подружки не отпустил. Первый раз в жизни мы решили цыплят вылупить, настоятельно вывезти. И вот он мне такой, а у меня у подружки свадьба, у самой близкой подруги. Он говорит, нет, не пойдешь ни на какую свадьбу, у нас цыплят. Представляете, какой подлец? Подождите. Сюда их сейчас. Сажаем. Отдохнув чуть-чуть, и можно будет вдруг уже пересадить потом. Пипик! Пипик! Утру должны все вытащить прийдеть. Шесть. Ну, все, накрываем. Так, накрываем, включаем, окончаем сискал. Ура! Ну? Ну, что-то теперь все выгодились. В лоточек я стелю синтепон и наливаю водички. Это специальный такой синтеппон, выводковый. Ну, специальный. На самом деле он обычный. Я имею в виду, был комплект. Просто для того, чтобы, если вот как тот птенец выпрыгнет сюда, чтобы он не утонул, вот он будет на синтепоне. Ну, не важно, что он влажный. Влажный. Короче, смысл в том, что влаги будет достаточно. Первые цеплята выскакивают и без всякой воды. Они потому что шустрые, быстрые, самые сильные. А дальше слабее и слабее, которые, чтобы не присохли к скорлупе, нужно поднять влажность. Влажность поднимается вот таким образом. Наливается вода в лоток внизу. Воздух становится влажным. И цыпленку легче проплевываться. Ну, в том плане, что он клювом не пересохнет к скорлупе, если долго будет проклевывать. Поэтому влажность мы поднимаем. Закрываем, чтобы никто не утонул. И все. Ждем, как еще вылупиться. Будем надеяться. Очень хотелось бы, чтобы вылупились с сияйцами. Большой процент. Да. Следующий вопрос. Да, вот сколько процентов будет вывода. Я не смотрю, он не авоскопировал, насколько они все плодотворены или нет. Ну, потому что, какой смысл? Ну, вот они уложены плотно-плотно. И вот я нашел, что он у меня плодотворен. По идее, его надо выкинуть. Но если я выкину, здесь пустое место. Будет болтыхаться, что-то придумать, затыкать. Я складываю туда и все, и вперед. Это вот сейчас, да, можно было бы посмотреть, если есть какие-то, ну, совершенно пустые. И оттуда выкидывать, чтобы место просто освободить больше, чтобы было. Ну, уже несколько штук вылупилось. Не актуально. Просто сутки теперь ждем с начала вылупа. Сколько вылупилось, те все наши. Остальные яйца уже, соответственно, не оплодотворенные или с ними там что-то случилось, замерли. Они будут выкидываться. Все. Буду делать гренки. Вот у меня здесь сейчас два яйца, немного соли, капелька сахара. Сейчас собью все это дело, добавлю сюда молока и батон буду нарезать на куски, промакивать в содержимом, поджаривать, сверху сыпать сахар. Погнали! Продолжение следует... А Ваня варю макарошки, звездочки маленькие. Сейчас добавлю сметанки еще сюда, как сварится, и будет вкусненько. Ну, вот так вот, Ваня. Будут выглядеть макарошки. В таком виде он любит их есть. Иди, сынок, ешь. Где мои макароны? Привет, друзья. Я пришел из садика. Давай, кушать надо. Устал. У меня голова вся кружится. От голода? Нет. От усталости? Нет. Ну, там... Нет, мы гонялись, кружились. О, у меня вся голова закружилась. Давай, ешь. Сейчас все пройдет. Ну, в общем-то, получилось так, что волк у нас растянулся на два дня. Вчера вечером. И это вот сегодня как будто бы продолжение, да? Я бы сказал, окончание. Окончание, да. То есть вылуп сутки. Ну, да? Сутки где-то. Сколько ты уже отнес на постоянное место жительства? Я считаю, так же. Десять. Ну, сорок отнес. Вроде бы. А что, десять, что ли, осталось? Ну, да. То есть из шестидесяти яиц, пятьдесят петляр, да? Вроде бы как. Может быть, еще оставишь? Два. Конечно. И четыре, и шесть. Семь осталось. Семь. Значит, что-то я где-то отмешулился. Отмешулился? Ты что пришел? Это кто пришел? Подглядывай. Обмешулился ты, значит. Обсошулился ты. Ты же Саша, а не Миша. Николай там нигде нет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь штук. Надо их это, на лоскопе смотреть. Они вообще полтворенные. Может, уже пора уключать. Вот они, братцы-акробатцы, поедут к своим братьям и сестрам. Матеньки, Муся с персией играет. Вот это да. И что это вы, лошади, с ума сошли, что ли, на старости-то лет? А? Мусь, ты что это? Дочь решила повоспитывать, что ли? Вон, что делают. Вы деретесь или играете, я не пойму. Кошки играют. Ты глянь. Я же матери, а игривое настроение. Мусь, ты что вообще? Да, наверное, она елась, напилась. Он что делал, говори-ка еще. Да-да-да. Смотрите, кошки. Они дерутся. Кошки, смотрите, кто у нас есть. И далее. Смотрите, какие теканки хорошие. Да, их трогать нельзя. Это цыпляточки, которые наши домашние. Муся, смотри, только их кушать нельзя. Ты знаешь об этом, правильно? Муся. Ты умная кошка у нас? Она думает, стоит умная она кошка или нет. И затихли. И затихли дети. Природа. Прикинулись, мы дохлые. Муся, мысля. Ай-яй, нельзя. Пошла, все. Я все-таки умная кошка. Да. Какой? Темный, какие-то здесь вот. Ну, он еще один такой. Да. Тут в основном все прям вот такие светло-желудки. А вот несколько штукон-темных. Ну, не факт. Они же чисто белые должны быть. Ну, ладно, неси их. Они, наверное, есть хотят. Курешки сегодня нам всего пять яиц. Снесли. Ну, не знаю, может быть, похолодало сильно морозы. Для них стресс какой-то. Ну, что-то сегодня как-то вот бедненько у нас. Ну, ничего. С работы Саша приходит и сразу дела сначала делает. Потому что устаешь сильно. И если сейчас сядешь есть, расслабишься, потом вообще не заставишь себя ничего делать. Собственно говоря, я также прихожу. Сначала дела делаю. Там ужин накрываю. Ну, что там. Там мою, убираю, подметаю. А потом уже все поели, все убрали и плюхнулись. Все. На работе сейчас тоже так все утомительно. Дела очень много. Готовимся к Новому году. Насколько это возможно. Школу украшаем. Дел полно. И приходишь, прям падаешь. Ноги отваливаются просто-напросто. Саша сегодня в пятерочку заходил. И там скидочка хорошая была на кофе Лаваза Ора. 560 рублей стоило. За килограмм это очень хорошая цена на самом деле. Потому что в гипермаркетах без скидки стоит 1000. Это точно. Они написали, что якобы 1560 и 1000 рублей скидка. Это неплохой кофе должен быть. Хотя берем мы его впервые. Если кто-то брал, пишите, пожалуйста, в комментариях. Интересно будет почитать.